В здании детской игровой комнаты, где недавно произошло задымление, выявили нарушение противопожарной безопасности. По инициативе прокуратуры Ненинского округа сотрудники регионального госпожнадзора МЧС России провели внеплановую проверку развлекательного комплекса. Алина Волчейская расскажет подробнее. Пронзительный звук пожарной сигнализации как свидетельство того, что оборудование работает исправно. Владелец детской комнаты Денис Егоров сегодня принимает необычных гостей. К предпринимателю наведались представители госпожнадзора. Внеплановая проверка нагрянула по инициативе прокуратуры Ненинского округа. Причина – инцидент, который произошел на прошлых выходных. В игровой комнате тогда находилось 20 детей и несколько взрослых. Произошло небольшое задымление. Первое, что почувствовалось, это запах. Запах почувствовал администратор, запахи почувствовали и родители. Они все об этом сказали. Открыли окно для проветривания. Было вызвано МЧС. И также было выключено электричество. Интушитель был порошковый, поэтому все было задымлено. Из-за чего, на первый взгляд, могло показаться, что это все дым от именно выключателя. Со слов владельца игровой комнаты, по прибытии сотрудники МЧС убедились, что открытое горение отсутствует и незамедлительно приступили к эвакуации посетителей. Обошлось без пострадавших. А сегодня в ходе проверки в здании выявлены нарушения. Запасный выход заперт на ключ. Таблички с указанием средств пожаротушения не люминесцентные, хотя в требованиях прописано обратное. Любое нарушение, даже у нас нет незначительных нарушений, оно может привести к угрозе жизни здоровенных и лишних детей. Поэтому индивидуальному предпринимателю будет указано о нарушениях. Конечно же, будет составлен административный протокол. Но я думаю, что в кратчайшие сроки все будет устранено. Помимо того, что выявлено нарушение, хочется отметить положительные стороны. Детская комната РИО оборудована автоматическим устройством пожарной сигнализации. Полностью оборудована первичными средствами пожаротушения, огнетушителем, которые исправны, находятся в рабочем состоянии. Стоит отметить, что внутренние проверки пожарной безопасности должны пройти во всех объектах с массовым пребыванием детей. Такое распоряжение дал глава региона Юрий Бездудный. Таким образом, в адрес государственных и коммерческих организаций будут направлены обращения о необходимости проведения дополнительных обследований состояния электропроводки, проверок первичных средств пожарной безопасности, которые должны присутствовать на каждом объекте. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север.